Дагестан 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 Упрекающих в том, что не гоже радоваться, когда братья страдают в Палестине. Это какой-то новый штрих к социально-политическому портрету Дагестана. И вся эта боль реальная, как участие и желание стоять, хоть и незримое, рядом с народом, на головы которого летят бомбы, которые погибают под завалами, которые уничтожают, который стал заложником большой политики и человеконенавистнической идеологии. По советский период политический язык российской власти и СМИ резко изменился. Из словаря выпало слово «сионизм», о котором писали труды советских ученых и вещали передачи политологов и международников. Его кляли, его считали губительной идеологией наряду с немецким нацизмом, итальянским фашизмом, идеологией убийства и этнокорпоративного превосходства, при котором все, кто не из нас, подвергаются жесточайшей иллюстрации, гражданской изоляции, этническим чисткам, оккупации, дестабилизации, выводу за рамки обычного и международного права. Про сионизм СССР были говорящие карикатуры. Вот обратите внимание на один из них. В принципе, ничего не изменилось. Израильский режим нагло выдавливающий палестинцев и сгоняющий их со своих земель, сделавший его изгоем, пользуется безраздельной и безусловной поддержкой США и сионистского лобби в СМИ и политических, и околополитических кругах и клубах. И здесь надо всем дагестанцам разделять евреи отдельно, сионизм отдельно. Помню, как еще в 90-х теоретики и практики терроризма под прикрытием религии своим адептам и различные эмиссары объясняли мусульманам Дагестана в мечетях, что евреи наши враги. А нам всем надо понять, что врагами и мусульман, и всего человечества может быть только лживая, человеконенавистническая идеология, будь то нацизм, расизм, фашизм или сионизм. Это понимание должно быть основательным, фундаментальным, должно закрепиться в сознании дагестанских мусульман. Когда некоторые арабские и иранские режимы грозят скинуть евреев в море, ни к чему хорошему это не приводит. Мало того, что евреи это один из народов, созданных Всевышним Творцом, так такие заявления становятся красной тряпкой для сионистского режима и их заокеанских опекунов. Да это просто контрпродуктивно. А есть ли решение палестинской проблемы? Главное сейчас, о чем четко еще раз обозначено верховным главнокомандующим страны Владимиром Путиным, это создание палестинского государства, которое почему-то не состоялось. Если говорить об окончательном разрешении арабо-израильского конфликта, то мне кажется, что решение проблемы это отказ от эмоций и трезвий взгляд обоих сторонах. Евреи должны понимать, что проблема нерешенности арабо-мусульманского конфликта играет на руку всем ведущим державам и диктаторам арабских странах. Но не на руку Израила и арабским обществам. Я лично надеюсь, что здравомыслящие и дальновидные граждане Израила найдут в себе мужество и силы заставить свои правительства остановить этот геноцид в отношении мирных жителей Палестины и изменят существующее положение. Иначе в случае продолжения политики игнорирования прав палестинцев и арабов в целом вполне может стать реальный исход. Если евреи и арабы сегодня не договорятся об общих принципах совместного существования и процветания на одной территории, то в исторической перспективе израильтянам придется упаковать чемоданы и уехать из того места, на котором находятся они сейчас. Я думаю, что палестинцы должны тоже учиться у израильтян, как сохранить и приумножить прелесть земли, священной для трех мировых религий. Другого варианта нет решения этой проблемы. В каком формате они договорятся, это уже другой вопрос создания двух государств Израила или Палестинской и так далее. Главное, чтобы договариваться. Нет четко очерченных государственных границ, а есть понятие земля палестинцев, что не мешает израильтянам каждый раз расширять свои пределы и занимать все новые земли. Это вхождение в пределы исторической Палестины возмущает палестинцев и их возмущение, поддерживаемое сочувствующими партизанскими военизированными структурами типа Хамас, Фатх, Хазбалла, каждый раз наталкивается на израильскую хорошо обученную военщину, которая вообще-то не знает слова спецоперация, а знает слово война. Прозвучал выстрел со стороны палестинцев. Мы их будем мочить напалмом. Вот их тактика, что мы все сейчас еще раз ясно наблюдаем. Еще одно проявление, еще одно испытание и для всего мира, и для Дагестана. Как и что мы готовы сделать ради братьев-хранителя Аль-Аксы, страдания которых слезы детей, окровавленные лица младенцев, ужасы войны, стали, пожалуй, самым явным признаком жестокосердия и крайней степени тирании. Что? Если душа Дагестана болит, значит, мы еще живы для морали, духовности, чести. Если бы мы могли, мы, наверное, их приняли бы в Дагестане. Всех, кто страдает в Палестине. Ведь когда-то предки арабов поселялись здесь и становились нам братьями. Чем так жить в беспросветном, настоящем, когда ни международное сообщество, ни арабы, ни партизаны, никто не может принести победу, спокойствие и стабильность. Лучше приехать к нам в страну гор, чем жить в стране горя. Алякса не останется одинокая. Мусульманские провидцы предсказывают скорое освобождение одной из трех святынь ислама. Оставайтесь людьми и мира народу Палестины.